Поздравляю с днём рождения! Это уже следующий наш друг, это уже Сахалин. Так, меня поздравили с днём рождения. Подарок, фото, я же беру подарки только фотографиями. Груша лютня от вашего черенка. Первая засвела, дала плодик, быстро растёт. Привыки третий год. Правда её кто-то хотел съесть, но так и растёт с пятнышком. Вот. Ну-ка я вспомню анекдот. А, знаете как, я всегда издеваюсь над ними, люблю издеваться, потому что они настолько странно выглядят, настолько, что... Анекдот такой. Значит, он длинный, но там такая фраза. Кстати, о бегемоте. Нет, не так. Кстати, о птичках. У бегемота вот такая задница и ни одного пёрышка. Вот. Я в таких случаях вот этих вот вспоминаю, вот этих вот. Ну, вы поняли, которые учат калечие деревьев. Вот. Вот. Потому что если уж говорить птичка о птичках, а у бегемота не насадится ни одного пёрышка. Так вот скажите мне, какое это имеет отношение? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А у них имеет. Смотрят наверх, видят и начинают учить людей. А людей-то они учат. Миллионы. У них просмотров. Сотни тысяч и миллионы. И люди после этого идут и за ядами, и настоящими ядами, не имея понятия о технике безопасности, ничего не зная. Отравить почву, червей, отравить плоды. Не зная, что ни с какого отношения вот эти вот жёлтые, чёрные листья не имеют никакого отношения к этим же грибам, что грибы честную работу выполняют. Вот. Вот я и вот это не то вспомнил. Причём тут это самое. Родословная волочная вишня. Давайте почитаем про неё. Вот. Я всегда подозревал, что это слива. А тут, оказывается, и подозревать не надо. Волочная вишня, как её традиционная тёзка, относится к роду слива. Но вот скрестить этого сорта не удастся. Ну, значит, и такие же родственники. Волочная вишня, волочная сорта более близки к персику, абрикосу и алуче. Родина, сейчас поймёте к чему. Родина считается центральной Китаем. Поэтому она называется китайской вишней. В России до страны перевёл в 19 веке. Название волочная она получила за мягкий ворс, покрывающий листья, плоды и побеги. Вот. Ну, а дальше много витаминов. Кто бы спорил. Она вкуснее, чем даже... Во многих случаях вкуснее даже, чем просто вишня. Вот. Ну, я, конечно, также говорю, покупайте у меня косточки и будет вам счастье. Я нашёл свою фотографию. Видите? Вот это чисто сладкое. Вот. Вот. Ну, это так. Слово пришло. Потому что мне брат прислал, говорит, ознакомься, что с ней творят. Я тогда подобрал свою фотографию. Вот это вот вишня. Кто-то выплюнул косточку. А может и я. Она прямо на улице выросла. Видите? Вот. А теперь смотрите, как её объедают ребята. Просто прямо на улице. Да. Вот её форма. Её форма. Это куст. А теперь... Вот. Теперь начинается издевательство на дне. Корни обрезать на 25 опять. Ну, как? Корни-то зачем? Ну, тебе бы ноги отрезать. Корни это же ноги. Ну, вот. Я смотрю вот так вот. Каждый раз. Вот уже сколько. И этих. Уже сотни публикаций. Кто их остановит? Как тебя вот так посади напротив? Вот. У меня тут революер на столе стоит. Вот революер лежит. Я в Кожанце. Иногда так хочется стать таким комиссаром. Чрезвычайным. Иногда. У революера в отчаянии. Да. Я добрый. Но я бы революер сказал. Вот. Смотри мне в глаза. Вот ещё лампу надёг направил. Так. Скажи. Зачем корни обрезать? Если сейчас не ответишь, я тебя тут же пристрелю. Что бы он сказал бы? Вот он написал. Обрезать корни. Ну а дальше смотрите. Уже быстро-быстро-быстро. 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 Крону прореживать ежегодно. Вы видели моё урожай? Опять? Ладно, проехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!